Новые звезды. В столице Чувашии прошел гала-концерт фестиваля конкурса детского творчества. Кто победил и получил главный приз, знает Юлия Важенина. Воспитанники десяти детских садов почти месяц показывали свои таланты на сцене торгового центра Мадагаскар. Пели, танцевали, читали стихи. Каждый из выступающих доказал, что он настоящий универсальный артист. А самые яркие номера ребята повторили на гала-концерте. С блестящими звездочками на груди не по-детски зажигали юные таланты из 103-го садика. Кстати, именно из их выступления в гала-концерт вошло больше всего номеров. Мы стали ближе, страна нам на пике, и в самой лучшей в мире нужна наша человек. В брюках цвета хаки, матросках и голубых беретах на сцене артисты из 160-го детского сада. Этот танец у них один из любимых, и на вопрос, что такое ВДВ, отвечают без запинки. Вас ждут на дистанционном восках. Нам на сцене выступать понравилось. Мы очень любим танцевать. Номера на родном языке – отдельное направление фестиваля. Почти каждый детский сад показал песни и танцы под чувашскую музыку. Были и те, кто сделал на них акцент. Например, детский сад номер 95 единственный представил чувашский вальс, попури из народных песен в исполнении педагогов и девичий дуэт с популярной среди детских садов чувашской песней. Песня. Песня. Песня учили долго, целый месяц. Выступать было сегодня страшно, мы боялись. Мы очень сильно переживали, все на нас смотрели. Мы хотим занять первое место. Кстати, в конкурсе участвовали дошкольные учреждения не только из столицы Чувашии, но и из районов республики. Например, детский сад «Радуга» приехал из села Янсикова с большой группой поддержки. Две два класса, всюду в первых классах. На ступень вам в школу суета. Нам на русском, мама, не страшно. И в этом третье, что нам вопадал. Перед жюри фестиваля стояла сложная задача. Выбрать из всех этих артистов воспитанников только одного детского сада, который и получит главный приз. В итоге кубок победителя «Шведская стенка» и большой торт от информационного партнера фестиваля национального телевидения Чувашии отправились в 95-й столичный детский сад. Все очень хорошо прошло. Очень много талантливых деток, очень активной педагоги и самодеятельность в наших садиках, хочу сказать, вообще на высшем уровне. Мы просто переполнены положительными эмоциями от того, что нам получилось, у нас получилось создать такой праздник. Итак, победитель конкурса определен, а его участники зарядились хорошим настроением на год вперед. Организаторы планируют сделать фестиваль ежегодным. Так что все желающие могут уже сейчас начать придумывать новые номера. Юлия Важенина, Андрей Шоклев, Республика.